Документальный кино Документальный кино Документальный кино Чиновникам, замеченным в связях с криминалом, удается избежать ответственности Закрытая медицинская статистика свидетельствует о том, что человек сегодняшний скоро может оказаться на грани исчезновения И причиной тому будет не всемирный потоп или ядерная война, а эксперименты спецслужб Гитлер, похождение трупа Последние часы жизни Адольфа Гитлера Сколько двойников прикрывали уход фашистского вождя и где действительно похоронен самый страшный человек нашей истории А начнем мы наш день с сенсационной информации о том, что совсем недавно ученые не досчитались двух солнечных лучиков К сожалению, это не шутка, а уже подтвержденный научный факт, из которого следует, что в скором времени нас ждет резкое снижение солнечной активности Погаснет ли солнце в ближайшие десятилетия и что ждет нашу планету в недалеком будущем Об этом наше документальное расследование под названием «Год 2009. Прорыв в бездну» 1 августа 2008 года во время полного солнечного затмения Ученые наблюдают загадочный феномен Когда лунная тень полностью закрывает дневное светило, исчезает солнечная корона И солнце становится похожим на черную дыру Такого не было никогда за всю историю наблюдений Астрономы теряются в догадках Астрологи же уверены, это затмение – знак небес о том, что грядут глобальные перемены Через 40 дней после затмения, несмотря на протесты общественности, ученые запускают большой андронный калайдер Сразу после запуска происходит авария Те, кто называют коллайдером машиной апокалипсиса, уверяют, что его запуск разбудил еще не изученные силы природы И последствия этого непредсказуемы 18 сентября глобальный экономический кризис достигает своего пика Рушится финансовый рынок США Через несколько дней после этого 45-летний миллионер из Лос-Анджелеса Картик Раджаром кончает жизнь самоубийством Перед тем, как пустить себе пулю в висок, бизнесмен убивает тещу, жену и троих малолетних детей В своей предсмертной записке Раджаром объясняет Он не хочет, чтобы его любимые жили в новой страшной жестокой эпохе Которая, по его мнению, наступит в 2009 году Осенью 2008 года, во время обследования московских подземелий Двое диггеров находят кожаный портфель Внутри лежит толстая тетрадь с надписью «Лев Федотов. История будущего» Как потом выяснилось, в руки диггеров попало настоящее сокровище Приоткрывающее тайну наступающей эпохи До этой находки считалось, что московский пророк, так звали Льва Федотова Оставил после себя только дневник В котором ему удалось во многом предсказать историю человечества До середины 60-х годов 20-го столетия Впервые о феномене Федотова сообщил известный писатель Юрий Трифонов Он не только знал московского пророка лично, но и был его соседом Они оба жили в знаменитом доме на набережной 5 июня 1941 года Льва пишет в своем дневнике Я думаю, что война начнется или во второй половине этого месяца Или в начале июля, но не позже Московский школьник с невероятной точностью предсказывает дату начала войны Войны, в которую не верил сам главнокомандующий Сталин Федотов делает безошибочный прогноз, как будет проходить эта война Создается впечатление, что перед его мысленным взором Как будто разворачивается карта будущих сражений Из дневника Льва Федотова Как это не тяжело, но вполне возможно, что мы оставим немцам даже такие центры Как Житомир, Винница, Витебск, Псков, Гомель То, что Ленинграда немцам не видать, это, я уверен, твердо До тех пор, пока ленинградцы на ногах, город Ленина будет наш В своих записях Федотов удивительным образом предсказал не только неминуемый крах фашизма Но и начало космической эры, которая последует после окончания Второй мировой войны Несмотря на свои патриотические чувства, Лев был уверен Именно американцы первые полетят на Луну, и случится это во второй половине 60-х годов Сам Федотов утверждал, что в его предсказаниях нет никакой мистики Он просто анализировал ситуацию и делал выводы Однако вряд ли можно полностью доверять этому объяснению Талантливые аналитики действительно могут предсказать многие политические или экономические события Но для этого в распоряжении специалистов должна быть предоставлена специальная информация Для военных это данные о разведке, для экономистов статистические отчеты и тому подобное В распоряжении Льва Федотова были только советские газеты В которых любая полезная для анализа информация нещадно уничтожалась цензурой На мой взгляд, по своей силе Лев Федотов вполне соотносится с такими ясновидящими, как Ванга или Эдвард Кейси Но у Федотова было еще очень развито аналитическое мышление Что вообще-то не характерно для ясновидящих Это позволяло ему делать весьма точные прогнозы в отношении и политики, и технического развития человечества Чем у той же самой Ванги В конце 30-х годов многими мальчишками из дома на набережной Овладела настоящая эпидемия кладоискательства Вдохновителем этих поисков был Лев Федотов Который мечтал найти в московских подземельях не золото и бриллианты А легендарную библиотеку Ивана Грозного, хранящую тайну веков Раскопки команды Федотова закончились находкой ржавой подковы И приводом в милицию горе археологов После этого все мальчишки резко охладели и к истории, и к тайнам московских подземелий Все, кроме Федотова Лева продолжал спускаться под землю, несмотря на запреты и предостережения Окружающие думали, что Федотов пытается найти бесценные манускрипты Но на самом деле он наоборот старался скрыть то, что одновременно было и сокровищем, и большой опасностью Каким-то образом Федотов узнал, что коммунистический режим должен рухнуть в конце 20 века Лев понял, что это знание может подвести всю его семью под расстрельную статью После этого Федотов решил создать два варианта дневника Первый, в котором он описывал ближайшие события, мог оставаться дома Второе, заглавленная история будущего, Федотов хранил в одной из пещер подземного лабиринта Которую он открыл во время поиска библиотеки Ивана Грозного Подробно предсказывая, что именно произойдет в будущем Федотов крайне редко указывал более или менее точное время наступления тех или иных событий В его истории будущего практически нет указания конкретных дат Только в одном случае он сделал исключение Это 2009 год Лев Федотов пишет, что именно в этом году человечество ждет серьезные испытания Которые могут привести к настоящему Армагеддону Этот год московский пророк называет прорывом в бездну Столь странное название Федотов объясняет тем, что у человечества есть шанс сделать настоящий прорыв В своем экономическом и технологическом развитии Но скорее всего этот прорыв окончится падением в бездну апокалипсиса И первые знаки грядущих катастроф появятся на небе за несколько месяцев до начала 2009 года Тогда, когда люди увидят черное солнце 1 августа 2008 года столица Сибири превратилась в настоящий Вавилон По улицам Новосибирска прогуливались американцы, немцы, итальянцы, японцы Большинство интуристов носили черные очки и были вооружены различными оптическими приборами У этого многочисленного иностранного десанта была одна цель Увидеть полное солнечное затмение 9 лет назад многие из этих туристов оккупировали отели Европы Где лучше всего было видно знаменитое затмение 1999 года Ажиотажный интерес к тому затмению вызвало предсказание Нострадамуса Сделано еще в середине 16 века Французский астролог предрек, что в момент затмения с неба придет великий князь ужаса Исходя из этого Катрена, многие толкователи, да чуть ли не все, предсказывали на лето 99 года То Третью мировую войну с участием Советского Союза, арабов, китайцев Либо конец света, падение какого-то крупного метеорита и так далее Многие парижане, хорошо осведомленные о пророчествах Нострадамуса Покинули свои дома в день затмения Опасаясь, что на столицу Франции упадет гигантский астероид Или свалится космическая станция Мир Однако историки, профессионально изучающие творения Нострадамуса Оставались спокойными и не поддавались панике Им было хорошо известно другое предсказание астролога Которое поясняло, что князь ужаса хоть и появится Но будет находиться только на незримом астральном плане Увидеть это шокирующее явление, названное Нострадамусом Королем Ужиса, можно будет только во время другого затмения Которое произойдет через 9 лет То есть в 2008 году 1 августа 2008 года Король Ужиса действительно показал Свой страшный черный лик Во время наблюдения за полной фазой затмения Ученые из Института солнечной и земной физики Сибирского отделения РАН Не смогли увидеть два длинных корональных луча Во внешней солнечной атмосфере Короне Солнца Создавалось впечатление, как будто на момент затмения Солнце просто погасло Словно электрическая лампочка, отключенная от сети Ученые пока расходятся во мнении Что именно случилось с дневным светилом Но все согласны в одном На Солнце происходят какие-то масштабные изменения Которые непременно повлияют на судьбу Земли Активность Солнца меняется каждые 11 лет Сейчас Солнце находится в минимуме своей активности И это крайне негативно сказывается на жителях Земли Еще в начале прошлого века Русский ученый Александр Чижевский Создал науку гелиобиологию Которая изучала влияние Солнца на земную жизнь Согласно выводам Чижевского Практически все серьезные изменения в экономике и политике Связаны с 11-летним солнечным циклом Последний глобальный финансовый кризис Потряс США и экономику стран Западной Европы В 1975 году Через 11 лет в 1986 году В СССР начинается перестройка Кардинальным образом меняющая политическую карту мира Еще через 11 лет В 2007 году раздается первый звонок Глобального экономического кризиса Одна из крупнейших американских компаний Которая занимается выдачей ипотечных кредитов Объявляет и приостановки своей деятельности И увольняет более 7 тысяч сотрудников В 2008 году кризис, начавшийся в США, поражает всю планету Подробности этого экономического катаклизма Были предсказаны Мишелем Нострадамусом У него целый блок есть катренов Где предсказывается, что из-за слишком большого кредита Ставки валюты пойдут вниз Из-за слишком большого объема денежной массы Цены пойдут вверх Так что люди будут умирать от голода Имея полные карманы золота Экономисты и политики спешат успокоить граждан Что до страшных картин, описанных Нострадамусом, дело не дойдет Они уверяют, что никто от голода умирать не будет И экономический кризис завершится через год-два Как оканчиваются все кризисы Однако теория Чижевского Опровергает оптимистические прогнозы экономистов Если все глобальные изменения Действительно связаны с солнечной активностью То Солнце подписало мировой экономике Смертельный приговор По данным ученых, в настоящее время Наблюдается не просто уменьшение активности Солнца Сейчас аномально низкий уровень активности Возможно, самый низкий в истории человечества И последствия этого аномального явления Могут затронуть каждого из нас Не только в плане экономики В этот период Даже здоровые люди подвержены депрессии А уж если есть еще какие-то отклонения Это может привести к весьма Разрушительным последствиям Особенно этому опасному влиянию Подвержены, как ни странно, молодые люди 22 сентября 2008 года Финская полиция допрашивает студента Мати Саари Основанием к задержанию служат видеоролики Которые Саари снял и разместил в интернете В этих клипах Опубликованных под общим названием «Я и мой Вальтер» Саари, тихий и спокойный студент Гостиничного колледжа Предстает с неожиданной стороны Он посылает проклятие в адрес всего человечества И обещает убить каждого, кто попадется ему под руку В завершении последнего ролика Саари стреляет в направлении камеры и говорит Полиция проводит со студентом профилактическую беседу И отпускает домой На следующее утро в колледже гостиничного дела Где учился Мати Саари Раздались выстрелы Затем вспыхнул пожар Прибывшая на место происшествия полиция Обнаружила 9 обгоревших трупов И несколько человек Которые еще подавали признаки жизни Одним из раненых оказался Мати Саари Он пытался покончить с собой выстрелом в голову После того, как расстрелял и поджег Своих одноклассников Как потом выяснилось Это преступление Саари Планировал еще несколько лет назад Но все время откладывал Ему, видимо, нужен был какой-то толчок И, вероятно, это аномальная солнечная активность И послужило таким толчком Это было уже второе массовое убийство Которое произошло в мирной Тихой до последнего времени Финляндии За несколько месяцев До того, как колледж гостиничного дела Превратился в крематорий 18-летний финн Пека Эрик Аувенин Застрелил 8 человек Практически синхронно с этим происшествием По другую сторону океана Также учащаются случаи массовых убийств 27-летний Стивен Казмирчик Устраивает кровавую бойню В университете Северного Иллинаса Он убивает пятерых и ранит 18 человек Причины, почему бывший студент университета Совершил это страшное преступление Так и остались невыяснены К счастью, Россию миновала Эта волна массовых убийств Однако специалисты предостерегали Радоваться рано Аномальная активность Солнца Оказывает на россиян Такое же разрушительное влияние Как на американцев или финнов И последствия этого влияния Могут оказаться не менее ужасными В это время просыпаются Пожалуй, древние Доисторические инстинкты Человек становится Животным Хищником Который не знает пощады Для преступлений на территории России Характерна страшная тенденция Жертвами убийц Все чаще становятся дети Роковой 2008 год Начался с того, что В маленьком поселке Красноярского края Была убита и изнасилована Десятилетняя девочка В феврале уже в Ленинградской области Убита и изнасилована Девятилетняя Наташа Рубцова Затем все новые и новые жертвы По статистике, составленной Правозащитными организациями Количество жертв от рук маньяков Исчисляется уже не десятками А сотнями Как бы подтверждать эту ужасную тенденцию На экраны страны выходит фильм Тот, кто гасит свет В котором с удивительной реалистичностью Показано ужасное преступление Маньяка, убивающего детей Создатели фильма задумывали его Как страшилку, далекую от реальности А получилось, что кино практически Дублировало кровавые кадры Криминальных репортажей В декабре после нового Жуткого убийства ребенка Официальный представитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Владимир Маркин Сообщает журналистам В стране идет Необъявленная война против детей К сожалению, о большинстве случаев Насилия в отношении детей Никогда не узнают ни прокуратура Ни журналисты Такие преступления всегда остаются Втайне от чужих глаз Ведь преступники Сами родители А жертвы Их дети Родители стали намного агрессивнее Относиться к своим детям Конечно же, влияет Солнце Но не стоит забывать еще о том Что из-за ускоренного развития цивилизации Возникает большой разрыв между поколениями И возникает напряжение Которое провоцирует агрессию Однако существует и другое Более тревожное объяснение происходящего Известный американский врач Психоаналитик Джон Лилли Еще в 70-е годы Выдвинул шокирующую гипотезу Согласно которой Дни нашей цивилизации сочтены И в сознании людей запущена программа самоуничтожения Люди пытаются уничтожить себя и свое потомство Чтобы освободить Землю От присутствия человека По мнению Джона Лилли Эту программу включила сама Земля Которая является на самом деле Гигантским живым организмом И устала терпеть Как человеческая цивилизация Убивает ее Отравляя воду и воздух промышленными выбросами Засоряя почву радиоактивными отходами Джон Лилли считал Что уже в конце первого десятилетия 21 века Главную опасность для человеческого здоровья Будут представлять не рак или инфаркт А психические заболевания Приводящие к самоубийствам К сожалению у нас нет статистики О суицидах 2008 года Но мы можем сказать Что на основании наших наблюдений В этом году была настоящая эпидемия суицида И скорее всего мы можем прогнозировать Что на 2009 год будет то же самое Суициды 2008 года Можно считать аномальными Еще потому что чаще всего Самоубийцы не оставляли после себя Никаких записок Как будто мысль убить себя Приходила совершенно спонтанно Если же человек и успевал написать пару строк То чаще всего информация Оставленная самоубийцей Шокировала следователей Со своей жизнью люди расставались По самым незначительным поводам 3 октября 2008 года 67-летний пенсионер из Новосибирска Игорь Царев Залез на ремонтные леса Местного краеведческого музея Царев облил себя бензином И тут же превратился в горящий факел В своей предсмертной записке Пенсионер объясняет Что пошел на этот шаг Из-за снижения выплачиваемых ему Субсидий на 200 рублей Тенденцию роста психических заболеваний И связанных с ними суицидов Отмечает даже Всемирная организация здравоохранения Объясняется она множеством причин И аномальная активность Солнца Одна из них Снижение солнечной активности Стало заметно еще осенью 2007 года В октябре 2007 года Несколько десятков человек Которые позднее будут названы Пензенскими затворниками Спрятались под землей В ожидании грядущего апокалипсиса Сектантами командовал Постоянный клиент Психиатрической лечебницы Петр Кузнецов До мая 2008 года Когда последние затворники Покинули подземный сумрак И вышли на поверхность Власти опасались Что религиозные фанатики Могут совершить массовое самоубийство Как выяснилось Не зря опасались Сектанты признались Что планировали закрыть Все вентиляционные отсеки В своих катакомбах И тем самым похоронить себя заживо Они ждали только приказа От их лидера и учителя Петра Кузнецова Психически больной глава сектантов Мог спровоцировать гибель Десятков человек Однако что будет Если психические отклонения Возникнет не у лидера Малочисленной секты А у главы государства Во время солнечного затмения 1 августа 2008 года Очень многие чувствовали Непонятное нервное возбуждение Или наоборот Депрессию Через несколько дней После затмения Начался самый странный И бессмысленный конфликт 21 века Грузия и Южная Осетия Вступили в военное противостояние Артобстрелы Танки на улицах городов Окровавленные трупы Обычная трагическая хроника Обычной войны Однако было в этой войне И много необычного И в первую очередь Следует отметить поведение Тех, кто собственно и управлял Ходом боевых действий Весь мир облетели Трагикомические кадры На которых президент Грузии То жевал свой галстук То спасался бегством От невидимых бомбардировщиков Вряд ли он тогда Контролировал свои поступки На него кто-то Или что-то Оказывало тотальное влияние Вероятно И аномальная солнечная активность Сыграла в этом свою роль Астрологи тоже считают Что грузино-осетинский конфликт Это только эхо тех пертурбаций Которые произошли на Неме Да, 1 августа было затмение Да, но очень сильно Было связано с картами Грузии И осетии Как раз Ну те астрологи, которые занимаются Политической астрологией Они это видели в принципе По мнению эзотериков Разрушительный характер 2008 года Объясняется еще тем Что на этот раз 11-летний солнечный цикл Совпал с 4-летним циклом Високосного года 24 года действительно Какие-то капитальные события проходят Допустим, возьмем такой год Как 1980 Тоже год Олимпиады в Москве В то же время Наши в Афганистане Мор повальный на актеров На артистов И Джо Досен, и Высоцкий И Даль, и Басов И огромное количество других В 2008 году В мир иное ушли многие люди Которых без всякого пафоса Можно назвать Национальной элитой Скорбный список В самом начале года Открыл замечательный актер Александр Абдулов А финальным траурным аккордом Была смерть патриарха Всея Руси Алексия II Коса Високосного года Не щадила ни молодого, ни старого В этом году ушли от нас И надежда русского хоккея 19-летний Алексей Черепанов И перешагнувший за 100-летний рубеж Гениальный карикатурист Борис Ефимов Несмотря на то, что Високосный год уже позади Изотерики уверены Будущий 2009 Также несет серьезные испытания Для России Довольно сложный год будет Начнется он с каких-то реформ И действительно сейчас Эти реформы готовятся Я бы сказал так Что начало года Будет довольно сумбурным Довольно тревожным Не исключается падение рубля Дальнейшее А в том числе и искусственное Тревогу за свое будущее Испытывал и владелец Крупной лос-анджелевской Аудиторской фирмы Катрик Раджаром Пытаясь узнать Что готовит ему Наступающий 2009 год Раджаром обратился К астрологу Который уже раньше Предупреждал бизнесмена О грядущем экономическом кризисе Предсказания на 2009 год Показались Катрику Раджарому Настолько ужасными Что он решил совершить самоубийство Однако перед тем Как отправить пулю в висок Раджаром Несколькими выстрелами Избавил от будущих мучений Свою тещу Жену И троих детей В своей предсмертной записке Самоубийца посоветовал Всем американцам Последовать его примеру Ведь по мнению Раджаром Америку ждет апокалипсис А российские астрологи Во многом согласны Со своими заокеанскими коллегами И предрекают Америке Серьезные испытания Лутон будет напряженно Аспектировать различные планеты В карте Соединенных Штатов В том числе и Солнце В течение ближайших лет Поэтому и кризис И развитие в этой стране С другой стороны Они пойдут быстрее Естественно После выбора президентом США Барака Обамы Весь мир заговорил О последнем пророчестве Ванге Которая говорила Что 44-й президент США Будет чернокожим И от его правления Америке не стоит ждать Ничего хорошего Однако за полвека до Ванги Судьбу первого чернокожего Президента США Предвидел московский пророк Лев Федотов И предсказания его более точны Чем у болгарской ясновидящей Из истории будущего Льва Федотова Я верю, что угнетаемые В Америке негры Получат такие же права Как белые И чернокожий американец Станет президентом США К сожалению, участь этого президента Будет трагична Его ждет та же судьба Что и 16-го президента США Авраама Линкольна Он будет смертельно ранен Во время покушения После смерти этого президента Америку ждет хаос и анархия О неудавшемся покушении на Обаму Стало известно еще во время Предвыборной кампании Представители американских спецслужб Уверены, что экстремисты Непременно повторят свою попытку С их выводами согласны и те Кто изучают древние тайные знания И прислушивается к космическим ритмам Очень сочувствуя Бараку Обаме Я все-таки Склонен Как бы Беспокоиться Потому что Как бы он не разделил Судьбу Кеннеди Мы делали расклады Кварт Мы делали некоторые Номерологические расчеты В принципе Опасаться Есть за что Король пророков И пророк королей Мишель Нострадамус Предсказывал Америке Кое-что пострашнее Чем убийство президента Или начало Гражданской войны В предсказаниях Нострадамуса Америка упоминается Только один раз Рядом со словом Антихрист Там слово Антихрист Антихрист А Первая строка Заканчивается Словом Америк Глава Лондона Посредством Америки Точка Шотландский остров Затвердеет в мороз Король Мятежник Получит столь Лживого Антихриста Который всех их вовлечет В схватку По мнению некоторых эзотериков Будущий Антихрист Уже появился на свет Он родился накануне Солнечного затмения Предсказанного Нострадамусом В 1999 году И впервые он должен Открыться миру Когда достигнет Десятилетнего возраста То есть В 2009 году В научной картине мира Нет таких понятий Как Сатана Или Антихрист Главную опасность Для современной цивилизации Многие ученые Видят В самой науке 21 марта Федеральный окружной суд Гавайев Был подан иск В котором физики Олтер Вагнер И Луис Санчо Обвинили создателей Большого Андронного коллайдера В попытке устроить Конец света В своем иске Физики требовали Запретить запуск коллайдера До тех пор Пока не будет гарантирована Его безопасность Примерно в то же время В интернете Появились страшные кадры Возможной катастрофы Которую должен будет Спровоцировать запуск коллайдера Компьютерная графика Позволила каждому Желающему увидеть Как погибнет Земля На границе Франции И Швейцарии Где располагается коллайдер Проваливается почва И возникает черная дыра Которая в считанные секунды Проглатывает всю планету Хотя этот ролик И хорошо поиграл На нервах обывателя Большинство зрителей Считали, что все это Не более чем Фантастическая страшилка На самом деле Некоторые ученые Задолго до появления Этого ролика Знали Что при запуске коллайдера Действительно может возникнуть Черная дыра Идея о рождении Черных дыр При столкновении Ультрабыстрых частиц Она довольно-таки Давно обсуждается Черные дыры Имеются в астрофизике Они есть в природе Их наблюдали Это большие Гигантские Так сказать Черные дыры Размером с Солнечную систему А здесь идет речь О микрочерных дырах Которые очень-очень-очень Маленькие Как считает большинство Ученых Подобные микрочерные дыры Не представляют Никакой угрозы Для человечества Но есть И другое мнение Во время судебного Разбирательства Вызванного Иском Вагнера И Санчо Выяснились Шокирующие подробности Истории строительства Коллайдера Оказывается Первоначально Коллайдер Предполагали строить В США Но потом решили Перенести его В Европу Зачем же закрылся Почему же Закрылся Этот ускоритель Оказывается Не надо было Американцам Своё первенство Показывается Там прямо написано Такое официальное Объяснение Вызывает Массу вопросов С каких это пор Американцы Стесняются Показывать Своё первенство Скорее всего Причина в ином Осторожные Американцы Просто не хотели Подвергать Своих жителей Опасности И решили Перенести эту бомбу Замедленного действия Подальше Через океан Десятого сентября Несколько сентябрьских дней Когда коллайдер Находился в рабочем режиме Уже Изменили Наш мир Огромные энергии Которые бушевали В недрах Коллайдера Не прошли Бесследно Для нашей планеты Специалисты Изучающие Экологию Биосферы Бьют тревогу Аномальные зоны После запуска Коллайдера Стали Еще более Аномальными Их активность Возросла В десятки раз Там где Раньше был безопасный Для человека Электромагнитный фон А теперь Как в микроволновке Опасно для жизни И в других местах Вообще творится Всякая чертовщина Если я Буду рассказывать В не поверите Лучше видеть самим Аномальная зона На Урале Так называемый Пермский треугольник Активизировалась В 1986 году После взрыва Атомной станции В Чернобыле Своё название Эта зона Получила по аналогии С Бермудским треугольником Где нередко Бесследно Исчезают корабли И самолеты В этом районе Так же как и на Бермудах Часто наблюдаются НЛО И нередко Происходит сбой Высокотехнологичного Оборудования В 2008 году Зона отреагировала На запуск коллайдера В середине сентября Пермский треугольник Находился на пике Своей аномальной активности Наши коллеги Из Уральского центра изучения Аномальных явлений Обратились к официальным лицам С тем, чтобы те повлияли На руководство аэропорта И приняли дополнительные меры Безопасности Но, к сожалению, нас не услышали 14 сентября 2008 года Жители Перми проснулись От страшного взрыва Прибывшие на место происшествия Представители МЧС Увидели обломки самолета И фрагменты тел Спасатели поняли Спасать уже некого Долгие месяцы расследования Крушения Боинга 737 Компании Аэрофлот Норд Не дали внятного ответа На главный вопрос Кто виноват? Но специалисты, исследующие Аномальные явления Уверены, что рано или поздно Люди узнают настоящие причины Этой страшной трагедии В своей истории будущего Лев Федотов описывает Подземную лабораторию Которая будет построена В начале 21 века В горах Швейцарии Это очень напоминает Андронный коллайдер Который был запущен В 2008 году На границе Франции и Швейцарии По мнению Федотова В этой лаборатории Станут работать ученые Из разных стран мира Они будут уверены Что участвуют В эпохальном эксперименте Открывающем тайны мироздания Однако Федотов считает Что на самом деле Ученые окажутся Всего лишь пешками В большой и страшной игре Из истории будущего Льва Федотова Тайная корпорация Капиталистов и военных Будет просто использовать ученых Первая цель Этого тайного плана Поиск новых источников энергии Которые могли бы заменить Заканчивающуюся нефть Вторая цель Более зловещая При помощи подземной лаборатории Будет создано оружие Более мощное Чем атомное Но свободное От его недостатков Гигантская энергия Будет транслироваться По тонкому лучу И точно поражать цель Оставляя нетронутыми Другие объекты Такому оружию Будет под силу Как поразить Конкретного человека На расстоянии Тысячи километров Так и взорвать целую планету Равную по массе Марсу Далее Федотов пишет Что эта лаборатория Заработает в начале 21 века Первый ее пуск Приведет к аварии После чего Лабораторию Решат перевести в Россию Федотов считает Что новая лаборатория Будет построена Недалеко от Москвы И это может привести К печальным последствиям Ведь подмосковная лаборатория Будет намного более мощной Чем швейцарская А значит и последствия Вероятной аварии Окажутся намного страшнее Все новые и новые Факты подтверждают Что прогнозы Льва Федотова Сбываются с удивительной Точностью Недавно появилось Сообщение о подготовке К строительству Суперколлайдера В подмосковной Дубне Длина у него Так насколько я помню Примерно Предполагается Где-то 12 километров А потом до 50 километров К сведению Длина нынешнего коллайдера Меньше 27 километров Таким образом Суперколлайдер Поддубной Будет превосходить Своего европейского собрата Практически в два раза Из истории Будущего Льва Федотова Строительство Подмосковной лаборатории Может начаться Уже в 2009 Но эта эпохальная стройка Останется незамеченной Так как человечество Будет занято борьбой С новым бедствием Эпидемия Хватит всю планету Это смертельно опасное Заболевание Московский пророк Называет новым Вариантом Испанского гриппа Что такое испанский грипп Или испанка Знали не понаслышке Многие современники Льва Федотова Испанский грипп Поразивший Европу В 1918 году Вызвал самую страшную эпидемию В истории человечества Еще во время первых случаях Заболевание испанкой Одна французская газета Опубликовала Катрены Нострадамуса В которых астролог Предрекал страшную эпидемию По мнению Нострадамуса Это бедствие Должно было превзойти Эпидемию чумы Опустошившей Европу В 14 веке Он пишет о каких-то там Невиданных По ныне бедствиях Но скорее всего Он имеет ввиду масштабы По самым осторожным подсчетам Она унесла жизни 100 миллионов человек Заражению подверглось Более 400 миллионов То есть каждый пятый Житель планеты По мнению специалистов Масштабные эпидемии гриппа Так называемые пандемии Случаются каждые 30 лет С чем связана подобная цикличность Ученые спорят до сих пор Кто-то отстаивает версию Что за это время Происходит мутация вируса Кто-то согласен С основателем науки О Солнце Чижевским И считает Что на вирус влияет Активность Солнца Однако практически все Сходятся во мнении Наиболее серьезную опасность Представляет третье повторение цикла То есть окончание 90-летнего периода Своего пика пандемии Испанки достигла В 1919 году А значит наиболее вероятное время Для начала новой Глобальной эпидемии 2009 год Чтобы узнать Насколько вероятна Эта эпидемия Исследователи вновь Обратились к Нострадамусу В Катеринах Нострадамуса В которую была предсказана Эпидемия 1918 года Была одна загадочная фраза Французский пророк Говорил, что новая чума Должна прийти с неба В начале прошлого века Эти загадочные слова Нострадамуса Приняли за поэтический образ Однако сенсационные Открытия 21 века Позволяют трактовать Эту загадочную фразу Буквально Благодаря современным методам Удалось доказать Что падающие на Землю Метеориты Могут содержать в себе Инопланетные бактерии И землянам не следует Ждать ничего хорошего От этого контакта С инопланетянами Микроскопические пришельцы Смертельно опасны Для человеческого организма Давно замечено Что после падения Каких-то крупных метеоритов После падения Метеоритных дождей Или В тот момент Когда о падениях Никто ничего не знал Но одновременно На нескольких континентах С точностью До нескольких часов Начинались Какие-то эпидемии Специалисты считают Что нужно отслеживать Более ранние случаи Столкновения Земли С космическими пришельцами Для адаптации К земным условиям Инопланетным бактериям Может потребоваться От 7 до 10 лет После этого Микроскопические пришельцы Могут вызывать Уже не только Локальные вспышки заболеваний А настоящую пандемию 30 июня 1908 года В атмосферу Земли Вторгся обломок кометы Массой в 5 миллионов тонн К счастью для земной цивилизации Обломок приземлился В глуши сибирской тайги В районе реки Подкаменная Тунгуска Произошел взрыв Мощностью в 40 мегатонн Что соответствует Энергии крупной водородной бомбы Обломки космического пришельца Оказались разбросаны На многокилометровой территории И в некоторых кусках Этого космического льда Дремали внеземные бактерии Земное солнце разбудило их И бактерии стали осваиваться В биосфере Земли Накапливать силы Для смертельного удара По человечеству Общеизвестно, что испанка Началась в Испании Отсюда собственные названия Этой болезни Но далеко не все знают Что первым человеком Умершим в больнице Мадриды От космического гриппа Был русский эмигрант Илья Федора Больничные записи Были очень скудные Мы долго пытались разузнать Кто он, откуда Узнали немного Но это тоже кое-что значит До побега от большевиков За границу Илья Федоров Жил в Томске И по долгу своей службы Часто бывал в Сибирской тайге 25 сентября 2002 года В Иркутской области Упал космический пришелец Который многие исследователи Называют Тунгусский метеорит 2 Мы были на месте падения Ситуация один в один Как с Тунгусским метеоритом А самого метеорита нет А деревья поварены Ну и зато есть Какая-то необычная красная плесень Мы взяли несколько образцов Отдали их на анализы И там обнаружили микроорганизмы Которые возможны Даже на его планетном происхождении В 2009 году Инопланетные организмы Которые вероятно Принес Витимский метеорит Могут начать проявлять Первую активность Будет ли новая эпидемия Настолько же опасной Как Испанка Пока не может сказать Ни один ученый Лев Федотов тоже Не дал ответа на этот вопрос Судя по всему Эта грядущая эпидемия Не слишком беспокоила Московского пророка Лев Федотов считал Что главная опасность Для человечества Заключается не в активности Солнца Научных экспериментах Или новых заболеваниях Самый главный враг человека Сам человек Из истории будущего Лева Федотова Накануне 2009 года Ученые откроют способ Управлять человеческой памятью Общественность с радостью Примет это сообщение Ведь с помощью специальной таблетки Можно будет стереть Плохие воспоминания Но на самом деле Цель этих экспериментов одна Превратить человека В послушного робота При помощи такой таблетки Можно вложить в человеческий мозг Любое задание И человек выполнит его В пользу своего хозяина Кто будет этими хозяевами Которые будут управлять Миллиардами зомби Федотов не пишет Наверное он имел ввиду Что и так понятно Кто контролирует Развитие современных технологий Тот и будет управлять Сознанием каждого человека В конце октября 2008 года Научный мир Облетела сенсационная новость Исследователи из медицинского колледжа Джорджии Нашли способ воздействовать На определенный белок Который содержится в нейронах Головного мозга И формирует процесс запоминания Пока опыты проводились на мышах Но по словам руководителя Исследовательского проекта Джона Цина Он не видит ничего удивительного в том Что через какое-то время ученые Сумеют контролировать и мозг человека Московский пророк Лев Федотов Точно называет это время 2009 год Возможно кто-то уже намного опередил Исследователей из Джорджии И нашел способ управлять памятью Мышлением и эмоциями человека Превращая несчастного в послушную марионетку Такой ученый скорее всего Под белым халатом носит военную форму И он вряд ли осмелится рассказать кому-нибудь О своих секретных экспериментах С мрачными прогнозами Московского пророка Лева Федотова Спорят пророки современные Астрологи и нумерологи Я думаю, что это Год ускорения Во всем Год смены границ Во многих областях Поэтому тот Кто будет двигаться в ногу со временем Кто будет точно улавливать Тенденции будущего Тот выиграет Практически все эзотерики утверждают Что 2009 год Это год глобальных перемен И эти перемены могут пойти и на пользу Нужно только хорошо к ним подготовиться Процесс будет подобен тому Что мы наблюдали где-то в годы перестройки в России То есть старое должно уйти И оно будет уходить Может быть не без боя Но неизбежно будет А вот как строить новое Нам 9 аркан Число 9 Дает ответ на этот вопрос Обратитесь внутрь себя К чему вы способны К чему вы талантливы Для чего вы появились на этот свет Судя по всему Разрушительные тенденции Високосного года Останутся в прошлом Последние исследования Солнца показали Наше светило Наконец-то выходит из депрессии Начинается новый цикл Солнечной активности Который продлится до 2019 года Что касается возможной эпидемии Гриппа-убийцы То врачи создают вакцины И специальные лекарства Которые позволили бы Свести к минимуму Разрушительные последствия эпидемии Ученые-езотерики уверены Наша цивилизация сумеет Справиться с проблемами 2009 года И апокалипсис не случится Но почему тогда Лев Федотов Пророчества которого Всегда исполнялись с удивительной точностью Остановился именно на этом рубеже Почему история будущего Заканчивается в 2009 году Оказывается, эта тайна Объясняется удивительно просто Просто и трагично Федотов вынужден был Прервать свои записи Он должен был Отправляться на фронт У Федотова было слабое зрение И он мог бы при желании Остаться в тылу И продолжать писать Свою историю будущего Однако Федотов решил Он не может находиться в стороне Когда его страна Истекает кровью Как пророк он знал Что фашизм будет побежден Но одного знания было мало Лев хотел действовать Он не мог вынести мысли Что кто-то вместо него Проливает кровь Приближая победу Лев Федотов погиб Летом 1943 года За несколько дней до того Как началась знаменитая Курская битва Которая предрешила ход Второй мировой войны После неоконченной главы О 2009 Федотов записал Еще несколько строк И эти строки Дают ключ к его пророчествам Федотов пишет Что все его предсказания Носят вероятностный характер И если человек будущего Убедится Что предсказания Различных несчастий Все же оказались верными То это объясняется Только одной причиной У кого-то не хватило сил Или желания Изменить ситуацию Федотов не выносит Приговор нашей цивилизации Он только предостерегает Нас о тех опасностях Которые таит в себе История будущего И только мы Живущие в эту Переломную эпоху Сможем своими действиями Определить Будет ли наша история Продолжаться дальше Или закончится В 2009 году